В народе бытует мнение, что клубника – исключительно садовое растение, и вырастить ее в домашних условиях на подоконнике практически невозможно. Жительница Минусинского района доказала, что если создать определенные условия, то ягоду можно не только вырастить, но и наслаждаться ее вкусными плодами в зимнее время. Вот видите, здесь на маленьких кустиках ниже видно цветочки. Вот они, цветочки. Видите? Какие-то завязываются, какие-то срываем, созревают. За окном зима, а на подоконнике растеневода Ирина Маковка созревает первый урожай клубники. Признается, вырастить в домашних условиях ягоду трудно, но интересно. Осенью выкопала из грядки в огороде клубнику крупных сортов. Освою фазы агротехники Ирина решила усложнить задачу. Попробовала добиться урожая без земли. Это гидропоника, метод подтопления. Здесь наполняется насосом, раствором питательным, средой. Видите, корешки внизу. То есть полностью весь горшочек наполнен корешками, которые находятся в минеральном субстрате. Установку для навесных грядок и фитолампу для роста сделал муж-изобретатель. Всё автоматизировано. Самостоятельно регулируется температура, влажность и освещение. А в период цветения растеневоды проводят искусственное опыление вручную. Для домочадцев это оказалось увлекательным занятием. В природе цветы опыляют пчёлы, мухи. А дома, так как нет ни пчёл, ни мух зимой, поэтому опыляется кисточкой с цветочка на цветочек. Таким вот образом. Оказалось, выращивать клубнику дома очень вкусное и любопытное занятие. Вазоны с ягодами на подоконнике не только балуют семью вкусными и полезными плодами, но и украшают интерьер квартиры. Хозяйка говорит, какая бы ни была за окном погода, спелая ягода с мини-грядки прямо в доме дарит частичку лета в любое время года. Маленький, комнатный, может возносить в условиях квартиры, оранжевей, зимнего сада. Буквально этой весной в коллекции растеневода на подоконнике появилось ещё одно экзотическое растение. Комнатный банан сорта «Киевский карлик» выписывали из Крыма. Плодов ещё не было. Заморский фрукт рассчитывают попробовать на следующий год. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости.